Кого хотите находить? Ну, я же вам не проститутка. Что это? Чушь. Перед кем будешь держать ответ? Перед Кремлем. Звучит, как бардак полнейший. Приветствую зрителей Политека. Я Екатерина Шумила. Сегодня у меня в гостях Андрей Вигеринский, политолог. Андрей, рад вас видеть. Добрый день, Кать. Начнем мы с нового скандальчика. Не дня без скандала, особенно когда депутаты трудятся в Верховной Раде. Сегодня они провалили голосование за назначение Витренко вице-президента, министром энергетики. Вице-премьером. Вице-премьером. Говорка была хорошая. По Фрейду. И сразу же Гео Лерос написал большой пост, где попрошу показать его. Андрей Борисович, не будем говорить, это плохое слово в эфире. Ну, все прочитали. Блесит тебя от куратора в Москве, что не протянул Витренко. Зеленскому стоит поставить его на твою должность. Ты со своей пока совсем не справляешься, а там и согласование парламента не нужно. Не благодари. Что это? Чушь. Ни больше, ни меньше. Ну, именно если мы говорим о том посте, который написал господин Лерос, это рефлексия просто на тему Ермака. Я отнюдь не отношусь к сторонникам господина Ермака, но вязать Витренко с россиянами или кураторами в Москве, это глупо. Глупо и линейно. Знаете, Лерос просто, как и большинство граждан, криво прочитал пост Витренко, который касался возможности импорта газа с Российской Федерации. Сразу предположил, что это рука Кремля, и как следствие, это такая компромиссная должность, которая должна быть утверждена в стенах парламентов. В то же время, я думаю, что с точки зрения, допустим, предыдущего места работы и функционала, который выполнял господин Витренко, его можно абсолютно спокойно, наверное, отнести и к тем же сарасятам. Ну, если вот мы уже говорим к этими категориями, которые я ненавижу, но тем не менее. Человек занимался реформированием рынка газа, занимался, создал его, создал. Компания прибыльная, прибыльная. Соглашение с Владимиром Александровичем на встречу с Путиным, он ездил, ездил. Соглашение, которое касается транзита газа через территорию Украины, 19-20-й год, он подписывал, и он лоббировал, в основном, да, победа в стокгольмском арбитраже его, его. Ну да, он полностью ложится в канву, которая, ну, его это я условно говорю, но вот эти все вещи, которые я перечислил из прошлого, они полностью, наверное, соответствуют тому эпитету, который использовал господин Лерос. Но, поймите правильно, мне кажется, что неприязнь господина Лероса непосредственно к руководителю Офиса Президента, которую разделяет большинство людей, и я в том числе, она не должна в целом примитивизировать любые причинно-следственные связи и тезисы, которые человек распространяет. Я бы, с точки зрения рацио, может быть, и напишу, я бы посмотрел не столько на вопрос главы Офиса Президента в провале этого голосования, сколько с позиции точки зрения коалиции, с точки зрения правительства. Давайте просто думать логически. Премьер-министр, который один раз уже предлагал Верховному Совету проголосовать за Витренко, провалился, да, первый раз. Он предлагает эту же кандидатуру второй раз. Да, первый раз, допустим, у нас была разная мотивация. Не собрались, не поняли, спешили, не успел провести переговоры и так дальше. Не сработал фактор, ну, вернее, сработал, наоборот, тот фактор, что нельзя назначать на должность человека, который пытается отсудить государство, там, 40 миллионов и так далее, и так далее, и так далее. Готовится информационное поле под второе голосование. Интервью издательству «День», интервью «Украинской правде», интервью «Лиге», кажется. Ну, то есть в каждом из них идет разговор о том, что Витренко пообщался и с Разумковым, Витренко пообщался с группами. Сегодня и Шахов, кажется, говорит о том, что это первый, первый кандидат на должность министра, который провел собеседование с другими фракциями. То есть вроде бы вас готовят к тому, плюс этот человек якобы решил вопрос с ценой газа, граничной ценой газа для населения, которая начнет действовать с февраля. Вроде бы все должно сработать для голосования. Приходит премьер и говорит, мы заседали, мы рассмотрели, с коалицией согласовали и предлагаем вам проголосовать. И вот удивление, коалиция, которая якобы, ну, все же согласовано, дает только 170 голосов за него и плюс там 15 или 20, ну, доверия или за майбутние, ну, неважно, одна из групп. Что это говорит нам о премьер-министре? Потому что я напомню разговоры, которые касались господина Витренко, да, что сначала он заходит вице-премьером с тем, чтобы в последующем быть потенциальным, наверное, наследником господина Шмыгаля. То есть, может быть, со временем его вынесут, его кандидатуру на голосование в Верховный Совет в качестве премьер-министра. Так вот, если ты не можешь собрать под себя голоса, ну, если мы сейчас говорим о Витренко, да, он не смог собрать под себя голоса, встречаясь с депутатами фракции, голосование за вице-премьера, не смог собрать и даже не пытался собрать, мне кажется, господин Шмыгаль, голоса под ту кандидатуру, которую он предлагает в свой кабин, это нам говорит о том, что, наверное, премьер-министр, у нас это человек, который занимает просто стульчик, да, который не имеет политического веса. Потому что я почему-то уверен, что если бы стал вопрос, возможно, он и станет, да, о назначении премьером господина Авакова, то, скорее всего, господин Аваков голоса бы собрал в Верховном Совете и не нуждался бы в помощи ни Андрея Борисовича, ни кого-либо другого, просто потому что человек имеет политический вес. А так у нас получается ситуация, при которой вроде бы премьер-министр вносит кандидатуру необходимого ему и стране вице-премьера, в конечном итоге не голосуем, кто крайний офис президента. Андрей, так есть и второй момент, потому что сам господин Зеленский просил своих депутатов поддержать эту кандидатуру на заседание фракции. Тогда же президента не послушали. Смотрите, вот тут, значит, вопрос заключается в том, что уже одной просьбы недостаточно. Да, если раньше просто слова работали, то, наверное, в этот раз надо было бы предлагать еще что-то. И еще что-то не сработало. Потому что, я еще раз повторюсь, по кадровым решениям можно рассчитывать, в принципе, при голосовании на внефракционных, ну, слуги народа могут рассчитывать на своих депутатов внефракционных, и, ну, грубо говоря, это две группы, да. Одна группа не голосовала вообще, одна голосовала, дала 20 голосов, свои не до, ну, сколько они, получается, около 70 голосов, просто не приняли участия в голосовании, внефракционные не голосовали. И тут, получается, ситуация такая, что, в принципе, почему я говорю, что только на вот этих людей можно рассчитывать? Потому что оппозиция, ну, так вот оно, естественно, ну, естественным ходом вещей стало то, что они не голосуют за кадровые решения. С одной стороны, голос там пытался озвучить тезис о том, что мы вроде бы за вас, потому что вы либерал, вы вот положительный. Ну, понимаете, мы в оппозиции, мы не можем дать за вас голоса. Но сложность и, как мне кажется, приторность и такая вот демонстрация того, чем на самом деле является власть Зеленского в стенах парламента, да, и как она соизмерима, допустим, с лидерами отдельных групп влияния в парламенте, заключается в том, что это позор, который произошел второй раз. Ты второй раз вносишь кандидатуру человека, который, ну, наверное, с профессиональной точки зрения имеет право заниматься энергетикой. Мне вообще сегодня, знаете, первая половина заседания понравилась с точки зрения того, что слушаешь главу НКР ЕКП, грамотный человек, абсолютно адекватный, абсолютно адекватные вопросы задает, и потом ответы дает на вопросы, и потом слушаешь вопросы депутатов. Вот он рассказывает, ну, буквально пример просто для того, чтобы людям, наверное, чуть-чуть расширить картину понимания и тарифов, и стоимости. Он говорит, есть цена на газ, есть тариф на распределение. Встает Юлия Владимировна и говорит, тариф на газ. Он ей еще раз говорит, ну, подождите, цена на газ, на товары, это одна история, это не наша история, да, это вот Кабмин установил граничную цену. А тариф на распределение, это наше. Он раскладывает структуру, неинтересный народным депутатам. Он говорит народным депутатам… Мне кажется, они столько неинтересны, как просто их задача манипулировать и продвигать свои вещи. Они становятся, вот этими манипуляциями, они становятся заложниками того, что их социальный, их электорат и социальные группы людей никогда не начнут их слушать, даже если эти народные депутаты перестанут быть оппозицией и станут властью. Потому что, ну, вот если руководитель НКРЕ говорит о том, что в каждом тарифе на распределение электроэнергии, подчеркиваю, да, с 29 копеек 20, это компенсация за зеленый тариф, который платит каждый пользователь, да, то гражданину Украины надо сказать, что вопрос находится в том, что вы помимо того, что платите тариф за генерацию, вы еще доплачиваете, грубо говоря, и каждых этих 20 копеек ложатся в каждую единицу произведенного товара или услуги в этой стране, просто мы платим за зеленую энергетику, которую называем источником, допустим, инвестиций в нашей стране. Тем самым, те, кто борются, с одной стороны, с монополистами, рассказывают о том, что у нас олигархи владеют электроэнергией, с другой стороны, абсолютно, полностью игнорируют вопрос зеленой энергетики, которой владеют ровно те же олигархи, которые занимают, ну, скажем так, ключевые места в распределении электроэлектричества или доступа к сетям. Никому это не интересно, от слова совсем. И вот когда разговор заходит в том, что вы вызываете человека для того, чтобы он отчитался, он вам отчитывается и рассказывает о зарплатах в отрасли, вам это не интересно. Он рассказывает о, скажем так, потерях газа, которые происходят в производственной части. Это неинтересно. Говорят олигархи, зачем вы создаете орган? Ну, вот они же создали НКРЕ, да, которым вы независимый орган, которым вы не доверяете, который вы не слушаете, с которым вы общаетесь языком лозунгов. Ну, именно лозунги. Вы должны устанавливать тарифы, но мы их не устанавливаем согласно закону. Неважно, тариф это ваша зона ответственности. Хорошо. То же самое Ветренко, но не проголосовали. Кому сделали хуже? Правительству? Наверное, да. Насколько я понимаю, еще третий раз имеют право внести его к кандидатуру. Слушайте, да, у нас в статусе исполняющих обязанностей, либо вакантных должностей в правительстве находится не только Ветренко. Да, ну, объективно. Давайте вспомним Ульяну Супрун, которая сколько? Больше двух лет была ИО. Нет, Ульяну Супрун поддерживали самые сильные болельщики, которые существуют в нашей стране. Поэтому она могла исполнять обязанности министра до сих пор. Как бы господин Сытник, хотя он не ИО, но мы понимаем, что это другая уже история. Это очень важная, кстати, тоже история. В русской политике, возможно, все. Да дело не в этом. Дело в том, что вы нашли человека из отрасли энергетики, который работал в государственной компании, и на период, пока он работал в государственной компании, у вас не было претензий по поводу того, что он является представителем какой-то олигархической группы. Сейчас вы рассказываете, вот так как Геолерус, что он представляет интересы России. Другие рассказывают о том, что он представляет интересы Коломойского. И мне странно, что они написали еще пост о том, что не голосовали, группа Коломойского, потому что Зеленский отказался поддержать Дубинского и рассматриваться вопрос о исключении его из фракции. И вот депутаты обиделись. Слушайте, это такая глупость. Даже исключение из фракции Дубинского не лишает его полномочий народного депутата. Он себе как записывал ролики в Телеграме, так и будет их записывать. Ну, что это за обида? Какой сатисфакции ты требуешь от президента? Ну, и почему президент требует тебя уйти из фракции? Наоборот, ты как руководитель, ты как первое лицо, команды, которые по вертикали строятся под тобой, ты должен поддерживать своих. Ты должен говорить о том, что будешь их защищать. Тогда ты можешь рассчитывать на их лояльность. Тогда ты можешь рассчитывать на то, что твоя просьба о голосовании будет поддержана. А когда твой руководитель офиса пишет пост о том, что мы накажем всех, кто вмешивался в выборы в Соединенных Штатах, я прошу прощения, что это за состав преступления по нашему отечественному законодательству? В чем состав преступления? Давайте еще тоже тезисно остановимся на этом, потому что, опять же таки, трэши, которые генерируют господа из фракции «Голос» и им подобных, его уже настолько много, что просто голова взрывается. Давайте исходите с тобой. Те записи, которые обнародовал Дубинский интеркач, они стали основанием, ну, или в результате обращения их, или в результате решения суда для реестрации уголовного производства. Произошло это все задолго до выборов президента. Это уголовное производство расследуется по части, в части совершения преступления, разрушения государственной тайны и снятия информации негласным способом, да, с тех мест, где снимать ее нельзя. Я общался с замом директора ДБР, Соколовым, и я ему задавал ровно один вопрос. Я не спрашиваю, кто, как, вы установили способ снятия? Да, установили. Соответственно, если вы устанавливаете способ снятия, да, то есть кто фиксировал этот разговор, то вы теоретически выходите на субъект. Все, что сделал Дубинский интеркач, они просто обнародовали эти же записи, обнародовали здесь, в стране. Как их использовали в Штатах, и кто их использовал? И был у них совместный умысел на это. Так если вы говорите, господин Гермак, о том, что вы будете здесь привлекать нашего гражданина к ответственности, так тогда по такой логике, давайте делайте уже, пытайтесь сюда привлечь в качестве человека, которого вы будете допрашивать. Трампа, знал он о существовании Дубинского? Ну, давайте предположим, наверное, что, конечно, они сидели за одним столом в скайпе и общались о том, что вот Дубинский, по распределению ролей, Дубинский с Деркачем обнародуют записи. Деркач, мы же знаем, что он представитель спецслужб, да, ну, потому что это же тоже мантра. И раз вмешивались и использовали сторона Трампа в Соединенных Штатах эти материалы, то это как раз очередной раз подтверждает теорию представителей голоса, да, о том, что и Дубинский, и Трамп, и Джулиани, и Российская Федерация, и Деркач, это все одно целое, это маразм. Но этот маразм и этот тезис исходят с одного идиотского твита главы Офиса Президента, который не имеет никакого отношения к правоохранительной системе и не имеет полномочий регистрировать уголовное производство, их расследовать, либо привлекать людей к ответственности. Поэтому то, что глава Офиса Президента выходит за пределы своих полномочий и полномочий Президента, которые он должен обеспечивать их выполнение, оно и влечет за собой вот подобные посты, которые пишет господин Лерос, когда кто должен был обеспечить голосование? Не, не Шмыгаль, не премьер-министр, не коалиция. Ермак. Все, перед кем будешь держать ответ? Перед Кремлем. У нас теперь все, в принципе, что не произойдет в этой стране, оно либо будет иметь, если хорошее, то это рука Вашингтона, если плохое или такое себе, то это рука Кремля. Прекрасно, у нас есть две полярные точки зрения, которые поляризируют общество, а рацио в них нет никакого слова совсем. Прекрасно, Андрей. Ну подождите, я же вроде бы исходил из той же информации, которая находится в публичной плоскости, просто посмотрел на нее немножко под другим углом. Глупость, но эту глупость ее поощряет, к сожалению, сам президент. К сожалению, я подчеркиваю, ну мне жаль. Я считаю, что если вы второй раз выносите кандидатуру человека на голосование, во-первых, вы должны сами иметь лицо перед этим человеком, потому что вы просите его прийти в Кабмин, который, ну, условно является такой хромой уткой, да, хромая утка используют часто по отношению к президенту, который заканчивается полномочиями, но у нас кабинет министров, который не имеет поддержки парламента. Парламент, который сам долбит, простите меня, каждого министра во время их отчетов, часто вопросов к правительству. Ну, они просто издеваются над правительством. Вы просите человека с репутацией, с хорошим окладом, с состоянием, многомиллионным, как мы уже знаем, стать членом команды этого хромого кабинета и не забеспечивайте голоса за его кандидатуру. А потом удивляются, почему с ними никто не хочет сотрудничать. Нет, а потом говорят, кадровый голод. Хорошо, на месте Витренко, ну, по большому счету, да, но он человек самодостаточный. Спокойно собрался, сказал, слушайте, ребят, разбирайтесь сами. Вот назначайте, у вас там кто передо мной был? Менеджер Ахметова, ваш премьер, менеджер Ахметова. Пожалуйста, найдите еще одного менеджера Ахметова, назначьте на мою должность, проведите его через парламент, поговорите со всеми фракциями. Ну, или найдите другого менеджера, не Ахметова, ну, там, Фирташа найдите. Кого хотите, находите. Ну, я же вам не проститутка, простите меня, чтобы приходить сюда и каждый раз чувствовать вот это же унижение, потому что ты пришел, тебе, перед тобой взрослые люди взяли обязательство, что за тебя проголосуют, а голоса не отдали. Ну, удовольствия мало, да, от этого. Более того, мало удовольствия приходить и что-то менять, когда ты понимаешь, что через месяц, условно, ну, скорее всего, опять станет вопрос о том, что нужно назначать полноценного, полноценного руководителя. Как ты можешь строить работу своего ведомства? Как подчиненные будут на тебя смотреть, если тебя второй раз прокатывают? Ну, это те психологические связи, о которых, мне кажется, в команде президента думают где-то в десятом колене, потому что у них и так проканает. Ну, вот не проканало. Не проканало. Ну, а следующая новость. В Украине появится Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. На его потребности в государственном бюджете на этот год заложили 587 миллионов гривен. Что скажете, Андрей, зачем нам еще один правоохранительный, насколько я понимаю, орган, который будет заниматься экономическими расследованиями? Ну, Катя, вот честно вам скажу, тоже читал очень много и комментарии, слушал сегодня народных депутатов, которые... И читал посты господина Портнова, который... Риторика очень похожа, да? О том, что зачем у нас еще один орган, который будет заниматься... Еще один, подчеркиваю, который будет заниматься экономикой, давить на бизнес и так дальше. Вот я не согласен с этим тезисом. Почему? Это не еще один. Концепция этого органа, его существования, его создания заключалась в том, что, а, у нас есть орган, который называется налоговая милиция. Он существует, ну, скорее на бумаге и скорее формально. И для тех, кто плюс-минус хотя бы имеет нескольких знакомых в органах налоговой полиции, милиции, он знает, кто там работает, он знает, какой там кадровый голод, он знает, какие там заработные платы, и он знает, насколько потеряла служба уже людей, которые умели работать и выявлять преступления. И насколько им сейчас сложно это делать в части документации работы либо тех же конвертационных центров, либо, допустим, схем, которые касаются экспорта, импорта продукции. Там просто нету людей, которые могут это делать с точки зрения обычных рядовых сотрудников. Почему? Уровень оплаты труда ниже, чем у всех, во всех правоохранительных органах там около 4-5 тысяч гривен. Средний возраст оперативных сотрудников это в лучшем случае студенческие, люди, которые закончили выше, да, выше учебное заведение и плюс-минус там один-два год. То есть опытных людей нет. Те, кто есть опытные, они перешли в другую частную сферу бизнеса и довольно неплохо себя чувствуют. Значит, нужно было решить, а, вопрос с налоговой милицией, раз, два вопроса, это тот, который был более болезненный для этой структуры. Это избавление там национальной полиции от части полномочий, которые касаются преследования за совершение уголовных преступлений в сфере экономики, передачи части полномочий службы безопасности именно тоже этому органу, плюс синхронизация полномочий этого органа с полномочиями и подследственностью ДБР и НАБУ. Вот этот закон пока мы не видим с вами полноценной картины, решает он эти задачи. Честно, звучит, как бардак полнейший. Правильно, но этот бардак должны были утрясти народные депутаты. Ко второму чтению проект закона на сайте Верховного Совета отсутствует. Более того, не столько важен сам текст законопроекта, какой статус имеет этот орган, является он центральным органом исполнительной власти, будет там приставка национальное бюро экономической беспреки или безнациональное. Это не настолько важно, сколько важен вопрос подследственности, вопрос передачи дел с налоговой милицией новому бюро, вопрос добора кадров. Этого всего мы не можем с вами увидеть по состоянию на сейчас, просто потому, что этого документа нет. Но, что мы можем увидеть и услышать? Мы можем увидеть с вами и услышать то, как должен проходить конкурс набора людей. в силу того, что за этот законопроект голосовали представители «Холос», они настаивают на том, чтобы сотрудники налоговой милиции не приходили работать в этот орган. Ну, то есть, искусственное создание преград, условной иллюстрации, которая заключается в том, что если ты раньше расследовал эти дела, имеешь опыт их расследования, то ты не можешь быть сотрудником органа, который должен противодействовать этим преступлениям. Я большей глупости, наверное, в жизни не слышал. Дальше, если вы принимаете закон об СБУ и лишаете их функции противодействия экономическим преступлениям, то по логике часть сотрудников, которые имеют, опять же таки, опыт противодействия, могут претендовать на должность. Вы и этих сотрудников хотите лишить этих возможностей. Но, мне кажется, что немножко это неправильный подход. Объясню, почему. Нельзя одновременно в стенах парламента сидеть и рассказывать о том, что у нас есть налоговые скрутки. И ссылаться на Уманского называть 4 миллиарда, 10 миллиардов, 15 миллиардов. Нельзя рассказывать о СИЛЬПО, которое минимизирует свои налоговые обязательства путем экспортных операций. Нельзя рассказывать об экспорте и импорте, который формирует дыру в государственном бюджете, который позволит закрыть все возможности наших траншей и займов, которые мы берем в Международном валютном фонде. Вот это все одна часть. То есть тут мы как бы признаем, что в части экономики 40 или там 50 процентов, которые находятся в тени, что такое тень? Это вне налогообложения. Ну вот если так упростить. Соответственно, если ты вне налогообложения, ты совершаешь преступление. Если это преступление увеличет последствия в виде недополучения денег государственным бюджетом, а все парламентарии очень сопереживают нашим социальным функциям, то есть людям незащищенным, и говорят о том, что вот если мы будем облагать, налогооблагать, нормально все эти теневые операции, которые имеют место в нашей стране, то и пенсии поднимутся в два раза. Вот это одна часть, а вторая часть, вы создаете монстра, который будет бизнес теребить, долбать и так далее. Кошмарить. И кошмарить. Так подождите, а вот тех 40% и те скрутки, это же преступление в сфере налогообложения, да, вы же говорите о том, что это беда, проблема, с ними надо бороться, да, сегодняшние органы с ними не справляются, да, но пытаются создать новый. Тоже плохо, потому что он не будет, он будет кошмарить бизнес. Да подождите, ну вы же функции его бороться с теми преступлениями, которые имеют место быть. Но сегодня выгодно, когда есть информационный повод для того, чтобы говорить о налоговых скрутках, говорят о них, когда разговор идет о том, что есть необходимость в создании нового органа, говорят о том, что это будет монстр. Ну, последовательности в действиях парламентариев нет никаких. Если этот орган за полгода начнет функционировать, это будет, наверное, впервые в истории нашей страны, когда то, что лежит на бумаге, стало частью нашей действительности и реальности. Я на самом деле думаю, что этот процесс немножко затянется. Посмотрим, будет интересно. Андрей Вигринский был на Политека. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube-канал. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok